Добрый день, уважаемые друзья! Я рад приветствовать вас в студии Ульяновской правды. Сегодня здесь у нас пройдет брифинг, посвященный визиту Кубка России по футболу в Ульяновск и предстоящему матчу четвертьфинала Кубка России между Ульяновской Волгой и питерским «Зенитом», который пройдет завтра. Сегодня у нас в гостях известные российские футболисты. Я представлю их. Алексей Гасилин – победитель первенства Европы среди футболистов не старше 17 лет. Роман Широков – бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года, обладатель Кубка УЕФА и победитель суперкубка УЕФА. И Алексей Игонин – обладатель Кубка России 1999 года. Сегодня они приехали к нам в качестве амбассадоров Кубка России. И у меня первый вопрос к вам, ко всем, наверное. Как добрались, как настроение? Многие ли в первый раз ли вы в Ульяновске? Какие впечатления? Добрались прекрасно. Впечатления отличные. В Ульяновске первый раз, да. Пока еще не успели город посмотреть. Сейчас пройдем, потом вам доложим. Два Алексея – Алексей Игонин и Алексей Гасилин. Вчера уже были здесь, увидели, проехались. Ваши впечатления? Я смелее на мяч пойду тогда, быстрее. Ты пока подумай чуть-чуть. Все понравилось. Но сегодня Кубок делает большое путешествие по городу. Я думаю, что достопримечательности мы посмотрим поближе, познакомимся. А так все прекрасно, погода хорошая. И я думаю, что весь город уже в предвкушении большой игры. Значит, хорошую погоду вы иронизируете? Нет, серьезно. А что, солнышко, что еще надо? Мы вчера присутствовали на футбольном поле, посмотрели, каких условий будут играть футболисты. Убедились в том, что стадион прекрасный, он будет полностью забит болельщиками. И я думаю, что сам матч пройдет в отличной атмосфере, обстановке. То, что погода сегодня солнечная, а завтра потеплеет, конечно, тоже добавит градуса борьбы. Но я думаю, что все условия для того, чтобы действительно показать праздник футбола, здесь все условия для этого есть. Большие вопросы к полю. Вы наверняка посмотрели, что там под покрывалом. Под покрывалом трава, она, наверное, не совсем того качества. Но если мы говорим про месяц февраль, мы говорим про то, что будет играть зенит, будет борьба, болельщики. И здесь самое главное, я думаю, накал матча, потому что все-таки кубковая игра, это кубковая игра. Чемпионат, ну, проходит в несколько иных условиях. А завтра в любом случае будет то, что мы все ждем от футбола. Я немножко добавлю про поле касаемо. Мы видели, уже играл Спартак и Локомотив в Москве, в Черкизово. Поле тоже было не самого лучшего качества, но уровень футбола и игры самой Спартак и Локомотив показали достойный. Поэтому я думаю, что и «Зениту», и «Ульянской Волги», думаю, что под силу нам показать тоже хороший футбол. Тем более, если РФС допустили поле к игре, то значит, оно готово. Вы приехали к нам в качестве амбассадора Кубка России. В чем видите свою миссию? Популяризация футбола, конечно же. Потому что кубок приезжает в регион, и посмотрите, сколько сегодня ивентов классных будет. Молодежь может прийти, плюс то, что билеты продаются за час. Сейчас это показатель, что большая игра приезжает в Ульяновск, «Зенит» – один из флагманов наших футбола. И мне кажется, любой город наш необъятный, хотел бы, чтобы приезжали чаще «Зенит», «ССК», «Спартак». Понятно, что все знают, что такое «Зенит». Много ли вы слышали о «Волге» перед завтрашним матчем? Что можете сказать о сопернике «Зенита»? Ну, просто так, наверное, команда не добирается до 1-4 финала. Понятно, что там, может быть, не самое лучшее положение в первой лиге. Но, во-первых, мне кажется, никогда не играл. Кого бы в первой лиге? Или играла? Играла в 2008 году как раз. А, ну, долго, видите, ее не было. Поэтому для, наверное, Ульяновска отличный импульс. Выход в 1-4. И в связи с этим могут поправиться положение в чемпионате, останутся в первой лиге и дальше будут развиваться. Вот здесь можем еще вспомнить путь кубка в 99-м году, когда «Зенит» играл с командой ФНЛ первой лиги. И нужно сказать, что команда из Саратова в 97-й минуте вела со счетом 2-0. Поэтому кубок есть кубок. И я думаю, что мы не говорим о том, что завтра или в этом матче будет играть только «Зенит» две команды, которые будут играть на победу. Вы вчера сказали, что, Алексей, что вы будете болеть за «Зенит». А вот, Алексей, вы, я обращаюсь к Алексею Гассиевну, у вас играет друг в «Волге» Илья Кубышкина. Вы за кого будете болеть? За друга и за «Зенит». Хороший вопрос. Вчера как раз с Ильей общался. Я знаю, что для него это, конечно, принципиальный матч будет. Я буду болеть за хороший футбол, за красивый футбол. Конечно, «Зенит» родная команда. Симпатии есть. Но знаете, что всегда хочется, чтобы такая команда, как «Волга», которая появляется, которая будет заряжена своими болельщиками, играет дома. Хочется просто увидеть борьбу и пусть победит сильнейший. Коллеги, если есть кого-то вопросы, кто хочет? Секундочку, микрофон. Лена Нестерова, «Медиа-73». Все-таки завтра синоптики обещают снегопад. Может быть, вы вспомните ваши такие экстремальные игры? Ну, я имею в виду погодных условиях. Вам приходилось, возможно, играть в снегопад, в дождь? И яркие впечатления? Дождя ни разу не было. Снегопад играли. Да нет, а помнишь, мы играли первый матч тоже в Сатурне? Еще тоже на Кубок в Ростове. Тоже там снегопад, непонятно чего было. Примерно такая же погода была. Как вы завтра прогнозируете? Ну, как правило, да, раньше чемпионат в таких условиях и начинался. Но можно вспомнить матч, опять же, в Раймском Сатурне, когда мы сыграли где-то порядка 60 минут, и оставшееся время доигрывали на следующий день. Такие истории тоже были. А я, если дополнить, извините, ребят, я, конечно, пониже чуть-чуть играл, в Томске был. И мне прямо, знаете, напомнило, тоже стадион Трут там называется. Мы тоже в феврале приезжали, первая лига. Также, знаете, поле накрыто пеленой. Не знаешь, какой она будет, знаете, как кот в мешке. И так же играли, там, минус 15, и все было нормально. Игорь Кранцев, ну, у меня вопрос вот к Роману и Алексею Игонину, которые кубок вот этот вот в руках держали. Собственно, каково это быть обладателем кубка, как эмоции? Ну, и понятно, что время определенное прошло. Тем не менее, какие впечатления остались? Ну, вот Роман, например, решающий гол забил как раз, когда команда выиграла кубок в свое время. Ну, и мозг, а где мог быть? Прекрасный. Выигрываете все отлично, проигрываете не очень. Кубок достаточно тяжелый. Вот. И для завоевания, и поддержать, поэтому... На самом деле, завтра лично я ожидаю такое, наверное, больше от Волги каких-то историй, потому что все-таки, наверное, не то, что каждый год, а, я говорю, за долгое время, первый раз в одной четвертой, должны дать хороший бой такой «Зениту» перед ответным матчем. Поэтому будем, скажем так, переживать за «Зениту», но в то же время болеть за «Волгу». Да, ну, по кубку здесь тоже нужно все-таки, да. В контексте времени, если в 99-м году никто не ждал от «Зенита» подобного, это были одни эмоции. На сегодняшний день это конкретная задача для «Зенита» выигрывать этот трофей. Ну, и плюс можно посмотреть, там, какая надпись, да, на кубке находится, какая команда последняя выигрывала. Это тоже очень важно, это мотивирует. Давайте уточним, что вот именно этот кубок Алексей Игонин не получал. Я вчера его носил. У меня сегодня еще сутки. В 99-м году, я имею в виду. Тот кубок стоит, да, в офисе на восьмом этаже. Прямо при входе я его наблюдаю периодически. Могу привезти в следующий раз. Да, его холка пробьется на какой-то стадии, чтобы встретиться с Питер-Кемпионитом еще раз. Но тот кубок уже наш, мы уже не отдадим. Показать, я имею в виду, показать. Как вы считаете, вопрос, наверное, ко всем. Нравится ли вам новый розыгрыш, новая формула розыгрыша Кубка России? Знаете, если так отвечать, мне кажется, что она более справедливая. Плюс, смотрите, команда ФНЛ добралась, команда второй лиги тоже добралась. И видите, то, что матчей стало больше, что на самом деле в нынешних реалиях влияет положительно развитие футбола. И нынешний кубок, мне кажется, показатель. Посмотрите, сколько сейчас и на вашество вносится. Например, тот же микрофон на скамейках. Рефери дают интервью перед игрой. Это все работа Российского футбольного союза. Я думаю, то, что зрители дали отрек, и всем это все нравится. Путь регионов для «Зенита» легче, чем если бы он попал, например, в ту компанию, где сейчас ЦСКА, Спортал, Локомотив. Ну, неизвестно. Завтра посмотрим. Кубок — это всегда кубок. Понятно, что любая команда будет бороться за победу. И здесь нельзя прогнозировать, легче это было бы или нет. У меня вопрос. Секунду. Микрофон. К Роману и Думу Алексеем. В последнее время много разговоров ведется все-таки к возврату весна-лето. Ваши отношения. Все-таки у нас Россия и климат определенный, не то что в Европе. И вот приходится играть зимой, при снеге. Как к Вашему отношению? Справедливо будет перейти и возвратиться обратно? Весна-лето. Ну, мы начинали бы, наверное, все равно в это же время. Плюс-минус. Ну, все равно чуть позже. И зато бюджет там все было. А сейчас непонятно. Не, ну, здесь единственная проблема, наверное, это бюджетирование. Потому что многие команды, они там или муниципальные, или областные. Поэтому получается, что разбивается бюджет на два года. В остальном, по большому счету, все остается то же самое. Только круги местами меняются. Но нам, наверное, ближе было. Все-таки мы очень долгое время играли. Весна-осень. Поэтому, может быть, нам и ближе этот розыгрыш. Ну, я вот уточню немножко вопрос с другой точки зрения. Если при системе весна-осень перерыв между кругами был небольшой, сезон получался более целостный. Сейчас же команда отдыхает, ну, сколько тут, 3-4 месяца. Вот та же «Волга» 10 новичков сейчас за зимнюю паузу. У других команд тоже, у многих есть определенные изменения. Ну, то есть, вот с этой точки зрения, как относится к тому, что раньше получался более целостный. Ну, и команда, как вот за зиму подготовилась, весну вошла и до осени проходила. Или сейчас, когда вот в эту паузу многие команды до неузнаваемости меняются. И трудно сказать, что от кого ждать после весны. Раньше же тоже зимой отдыхали, нет? Ну, зимой-то отдыхали, но это был перерыв между сезонами, а не в середине сезона. Ну, и что, какая разница. Все равно так же отдыхали, поэтому и так же команды менялись. Я говорю, здесь получается только проблема для, наверное, первой-второй лиги больше. Потому что они долго отдыхают без игр. А так, в большом счете, для РПЛ ничего не поменялось, за исключением, там, эти круги местами поменяли. Был первый, стал второй, или наоборот. Проблема для второй-первой лиги. Но я не знаю, как ее решать. Мы же не можем одни играть там весна-осень, другие осень-весна. Поэтому, ну, власти подумают, как лучше сделать. Ну, третья лига, так как раз так и играет. Я вот, честно говоря, сам не очень понимаю. Нет, ну, тут есть экономический вопрос, да. Но все же упирается в погодные условия. И здесь для футболистов, ну, может быть, наверное, все-таки летом отпуск. Им просто выходит чуть дешевле, поэтому им лучше лететь ближе. А то, что касаемо погодных условий, ну, у нас только есть Газпром-арена, да, на которую это не влияет неким образом, и мы могли бы там проводить игры круглогодично. Поэтому нужно отталкиваться от тех условий, которые есть, которые мы не можем изменить. Мне всегда было интересно, слышат ли футболисты, болельщиков, что кричат в трибуны, и как нам завтра себя вести? Вот, может быть, такой совет какой-то, например. Громко себя ведите. Иногда очень хорошо слышат. В эфир это говорить, то, что кричат болельщики. То, что слышно? То, что слышно, обычно, да, нельзя говорить. Вот Алексей сказал, что новшество РФС во время трансляции матча сейчас и микрофона на скамейке, и интервью судей перед матчем, и вчера, по-моему, было даже интервью Захаряна, да, во время матча он был запасным, еще на поле даже не вышел. Как считаете, это мешает футболистам вот такое внимание, вот такая вот движуха во время матча? Которые на скамейке сидят, я думаю, никак не мешают. Наоборот, хорошо. Ну а что вы же делаете для людей, которые сидят, смотрят не только на трибунах, но и по телевизору, для них тоже интересно. Там в заокеанских этих лигах тоже есть интервью во время матча. У нас в КХЛ вроде там во время матча некоторый момент освещают тренерский штаб. Но здесь я не думаю, что что-то плохое произошло, если игрок сдал какое-то мини-интервью на скамейке. Наоборот, как-то поднимает интересное. Вам доводилось во время матча давать интервью? Ну, раньше такого не было, в принципе. Давайте вспомним прошлогодний матч, да, организованный РФС, это между ветеранами Спартака и Зенита. Я отыграл целую игру с GoPro. Я, честно говоря, не то что не помню. Мне недавно только подсказали, что я провел полный тайм. Что он играл вообще? Нет, я снимал, похоже, да, все-таки. И никаких проблем здесь нет со стороны меня как игрока. Это мне совершенно никак не мешало. Со стороны болельщиков я тоже не слышал. Это были какие-то вещи, которые не должны были попадать в эфир. Это, мне кажется, было очень интересно. Футболу мне ни в коем случае это не помешало. Ну, мне кажется, что все равно мы потихоньку приходим к этому. И правильный пример есть, там, из-за океанских, когда микрофон вешали на Кузнецове в Вашингтоне, например. Это было еще года два-три назад. Конечно, болельщику хочется заклянуть в это за кулисья, быть ближе к полю. То, что мы делаем, мне кажется, это неизбежно. И все команды по итогу привыкнут принимать правила игры. Скажите, на футболистов откладывают отпечаток? То есть, они себя ведут более там сдержанно или что? Наверное, в игре-то вот, Леша правильно сказал, все забывается. Как-то можно себя более сдержанно себя вести. По трибунам помещений, например. Сейчас же тоже есть, вы не упомянули. После матча можно же в раздевалку заходить на Кубок Медиа. Но если бы все команды это исполняли, было бы еще интереснее. Я думаю, после завтрашнего матча и «Зенит», и «Волга» пустят журналистов, и раздевалков. Будет новый контент, хороший для зрителей. Спасибо. Коллеги. Вот вы сказали, были на стадионе, понравился газон. А как думаете, ваше мнение, что не хватает еще на нашем стадионе, центральном имени Льва Яшина стадионе? Что не хватает, по вашему мнению? Крыши. Ну, на одну игру хотя бы. Ну, вот там у нас Сергей Кузьмин предложил «Газпрому» сделать до матча еще, когда еще было известно. Не успели, да? Почему «Газпрому»? Стадион «Газпром-арену» на самом деле построил город, то есть это сооружение городское. Единственное, что «Зенит» сейчас арендует, использует, содержит, проводит матчи. Вопрос к трем амбассадорам. Сейчас трофи-тур, кубка, как раз-таки трофея. Прибыл в Ульяновск, сам трофей. Насколько вообще важна такая миссия для регионов, наверное, развития и популяризации футбола в регионах? И в каких бы городах еще, может быть, стоило показать сам трофей? Наверное, где проводится кубок, там и нужно возить. Особенно там, где не так часто бывает. Тот же Ульяновский, видите, когда последний раз играл здесь кубок? В кубке. Ну, я имею в виду, там, условно, какая-нибудь восьмая. Давно очень. Давно было? Ну, это недавно было, но все равно. Это все равно мы никогда еще не уходили. Сам кубок же не приезжал, поэтому это отличная, скажем так, традиция, если он будет ездить по всем городам, и большим, и не совсем большим, и мотивировать молодое поколение на то, чтобы они приходили в секции, какие-нибудь спортивные занимались. Много уже поездили по России с кубком? Где было, что удивило, может быть, что поразило? Где? Где, Олег, тебя поразило? Да, на самом деле, я хочу, наоборот, дополнить то, что кубок – это то соревнование, где практически любой коллектив, даже медийные команды, или там Ставрополь-Агросоюз, который далеко прошел, может дойти до одной, там, четвертой финала, сразиться с кубом ФНЛ. Кубок, он отличается, да, РПЛ. Кубок отличается от чемпионата, потому что он может приехать в любой город нашей необъятный, и кубок должен путешествовать. Вот, например, после вашего у нас визит в Жигулевск, где будет играть Акрон Торпедо, и кубок будет путешествовать. И это все благодаря новой реформе. Это где бы мы ни были, мы не поражаемся, а в очередной раз утверждаемся в мысли, что Россия – это футбольная страна. Кто бы как ни заявлял, ни говорил, в любой город, куда мы ни приедем, любят футбол, ждут не только побед, но и саму игру болельщики. Поэтому, да, действительно, Россия – это футбольная страна. А если футбольная страна, как-то последние матчи в нашей сборной оцениваете? Почему-то, да, мы оцениваем, футбольная страна или не футбольная, да, по победам, по результатам. Нужно говорить о том, сколько занимаешься в этом виде спорта, да, сколько детей, потому что футбол – это не только победа, не только деньги, не только чемпионы. Это здоровая нация, здоровые дети. Поэтому это количество и болельщики на трибунах в первую очередь определяет, футбольная страна или нет. Согласен, на ваше отношение к сборной? У меня, к сожалению, нет отношения к сборной. Я бы хотел, я бы очень хотел. Может, с кого-нибудь сборную ветеранов сделать, что ли? Ну, наверное, придется. Давайте сделаем уже из трех человек. Да, трое есть. Трое уже есть. Начали говорить о детях. Какой бы совет вы дали ребятам из глубинки, которые мечтают попасть в премиальные клубы, есть ли шанс, какой это путь, наверняка, сложный? В любое, наверное, ремесло тяжело попасть на самое высшее. Надо много работать, трудиться, слушать своих педагогов, и, наверное, все получится тогда. Да много примеров, когда ребята из глубинки попадают в самые топовые клубы. Поэтому шансы, тем более сейчас шансов много. Самое главное, любить футбол, тренироваться много, и все получится. Зарема Сальхова, жена бывшего владельца «Спартака», сказала о том, что раздевалка «Спартака» — это святая святых. Роман хотел вас спросить, разделяете ли вы это мнение не конкретно про раздевалку «Спартака», а в принципе? Потому что сейчас, как раз мы уже говорили о том, что Российский футбольный союз пытается приоткрыть раздевалку. Настолько ли это святая святых, на ваш взгляд? Нет, может, для кого-то и святая святых. Но я думаю, что после матча, через 15-20 минут, вполне можно допускать. Я говорю, я двумя руками за то, чтобы туда медиа заходили и освещали то, что происходит после. Потом это футбол все-таки — это эмоции. И наоборот, хорошо, когда еще футболисты, руководители, тренерский штаб не отошли от матча, когда они полны эмоций и какие-то темы раскроют вам пошире, скажем так, после матча. В НХЛ есть традиция, когда Кубок Стэнли отдают игрокам на день, на два, грубо говоря, в личное пользование. Как вы отнеслись бы к такой идее, чтобы и в футбольном Кубке России было такое? И, наверное, вопрос к Роману и Алексею. И что бы вы сделали бы с Кубком России, если бы после победы он оказался у вас на день, на два? Можем до победы взять. На сегодняшнюю ночь. Давайте завтра ответим, что с ним произошло. Как он себя вел. Но ты же расскажешь, да, как? Малафеев уронил что-то, крышку? Чуть не разбил, да? Слава там сломал, кажется. Несмотря на то, что он вратарь, поэтому такое дело. Здесь, да, не одного, а всем дали, кто сломали. Поэтому опасно кому-то отдавать. Да нет, но там просто традиции у нас такой пока нет. Я не думаю. Можно сделать так, что и кто хочет, может запирать, в принципе. Потому что как раз вот много, наверное, футболистов, которые там из глубинки даже, да, из небольших городов. Поэтому они могут привезти к себе домой, показать. Это тоже хорошая идея. Можно использовать, в принципе. Ну, вы бы куда привезли? Я? Ну, если исходить из того, из ломбарда, если исходить из того, как раз, что я из небольшого города, пусть и под Москвой, привез бы туда. Там такие трофеи не заезжали. Ну, точнее, заезжали европейские, а российских не было. Ну, подобные истории были, да, года четыре назад меня попросили в школе, ну, в простой, да, районной школе привезти кубок. Тот кубок 99-го года, казалось бы, да, дети уже и не помнят, и не было их еще тогда, только родители. Но это был действительно аншлаг. Просто привезли кубок 99-го года, вот так же он стоял в спортивном зале. И я думал, что это все продлится минут 40. Нет, да, порядка трех часов дети приходили, фотографировались, а в какой-то момент уже просто с улицы стали приходить люди, да, в возрасте и молодые, посмотреть, фотографироваться, прикоснуться. В итоге мы пришли к выводу, что это хорошая идея, видите? Можно реализовывать. Сегодня мы посетим несколько мероприятий, где будут, в том числе, встречи с детьми, детские турниры. У нас в Ульяновске, в Ульяновской области футбол, естественно, является самым популярным видом спорта. В него приходят, грубо говоря, как только начинают ходить. Подскажите, когда вы увлеклись футболом, с чего это началось, кто вас привел, как случилась ваша любовь с футболом? Ну, у вас губернатор, между прочим, здорово разбирается и играет в футбол, поэтому, конечно, у вас футбольный регион. Меня папа привел, он сам играл, поэтому с ним ходил на стадион, раньше попроще было, поэтому так и начал. У меня лично футбол произошел, знакомство во дворе, стал заниматься и поступил потом в смену. Алексей, наверное, знает такое. Сейчас это Академия Зенит. Юбилей скоро? Да, юбилей скоро. И на самом деле футбол, меня очень удручает то, что футбол со дворов уходит. Хотя, мне кажется, это, наверное, самое прекрасное времяпрепровождение, что может быть у детей в таком подростковом возрасте. Мне бы хотелось, чтобы футбол во дворах не умирал. Если у вас есть вот такое развитие, все приходят, самое главное, любите твит-спорт. Здравствуйте. Алексей, у меня вопрос к вам. Вы вчера рассказывали, что хотели встретиться со своим другом здесь, который перешел к нам в Волгу недавно. Расскажите, удалось ли вам это сделать и понравился ли вам наш город? Он расскажет, что не в составе будет. Нет, он за режимом сказал, что я буду готовиться, но не могу, не могу. После игры, конечно, да, сейчас надо готовиться за режимом, поэтому нет. А вы сами город посмотрели? Ну, мне не удалось, если честно, я... Мы тоже на режиме. На режиме. С другом на режиме вместе были. Опасно было, да, но в разных местах были. Да. Я поняла. Спасибо, Алексей, а вы вчера посмотрели? Нет, я тоже на режиме, я тоже готовлюсь. Сегодня большая программа. Тяжелейшая. Спасибо. Ну, это тоже история для нас, тоже такое ощущение, что мы готовимся к игре. Стадион, атмосфера, болельщики, камеры. И вот все ощущения именно те, что матч, важный матч, мы к нему готовимся. В пути регионов матчи состоят из одного раунда, то есть команда, которая выиграет завтра, она автоматически проходит дальше. Понимаю, что все считают, что «Зенит» фаворит, но если кто-то из вас, кто рискнет, завтра поставит на волну. Ну, я, например, не считаю, что «Зенит» явный фаворит. Фаворит, ну, только на бумаге. Смотрите, погода. Мы понимаем то, что многие игроки «Зенита» не играли в таких погодных условиях. Лидеры. Я про это говорю. Сколько поля выдержит, не знаю. Может, через 15 минут оно превратится в кашу, и в футболу такого не будет. Может, будет одна борьба. Поэтому сказать то, что «Зенит» завтра легко проедется по Волге, ну, такого точно не будет. И плюс фанаты будут гнать свою команду вперед. Я думаю, что будет очень трудный матч. Прогнозы, конечно, дело невлагодарное. Ну, такое, знаете, мне кажется, возможно, серия пенальти будет. Безусловно, «Зенит» наверное, фаворит все-таки. И на бумаге, и так. Но сколько? Пять человек, кажется, не играет, да, у «Зенита»? У них там красная, еще кто? Трое как минимум. Трое как минимум, видите? Ну вот, уже подравнялись чуть-чуть. Плюс свои болельщики. Плюс мы. Плюс мы свое поле, да. Поэтому здесь, наверное, немного уравниваются шансы. И плюс это кубок, где всегда все непредсказуемо. И первый матч тем более, да, сезон. Поэтому у «Волги», я считаю, что есть все шансы зацепиться за эту матч. Да, а это самое важное, кстати. Доброе утро. Вопрос ко всем трем амбассадорам. Ребята, давайте попробуем сделать прогноз на победителя Кубка России этого года. На ваш взгляд, кто станет победителем? Спасибо большое. Питерский «Зенит». Это был один прогноз. Я услышал, да? Да. Поэтому он отвечает за всех. А, он за всех отвечает. Да, да. Практически за всех. Да трудно, сейчас трудно сказать. Но вчера вот ЦСКА хорошую игру продемонстрировал, да. Там крылья выиграли. Поэтому непонятно кто. «Зенит», безусловно, один из фаворитов. У него, наверное, больше шансов. Тем более у него есть победный опыт. Именно Кубка. За последние годы, тем более, приобретенный. А «Спартак»? «Спартак» уже был. «Спартак» хватит. В том году был. Надо и другим дать. Но опять же повторимся. Кубок – это не чемпионат. Вот можно посмотреть. Допустим, Тосно победитель Кубка. Кто бы мог сделать такой прогноз? Поэтому будет интересно. Не только розыгрыш, не только завтрашний матч. Но и в целом, учитывая внимание сегодня к этому розыгрышу Кубка, к тому, что делается для этого, я уверен, что здесь прогноз – это не самое интересное. Самое интересное, как будет развиваться каждая игра, каждый матч следующий. На самом деле, каждый год, наверное, за исключением последнего розыгрыша, когда команда какая-то или первого дивизиона выходила в финал. Там и «Химки» были, и тоже «Тосно», и «Крылья». Тогда еще в статусе, наверное, первой линии. «Терек» выигрывал. «Терек» выигрывал. Тот же «Зенит» выигрывал у «Сибири», которая, ну, тогда уже просто… Она еще вышла как команда, мне кажется, первой лиги, а в финале играла как команда премьер-лиги. Поэтому много прецедентов, когда команда из низшего дивизиона играла в финале Кубка. Не «Спартаком», единый. Ну вот в названии Кубка звучит фраза «Путь регионов». Волга, Ульяновская и вообще вся Ульяновская область действительно прошла огромный путь от победы команды и выхода в 1-4 до буквально завтрашнего начала матча, когда сотни людей заняты в подготовке самой арены. Что вы пожелаете Волге завтра? Хорошего футбола. Хороший футбол показали. Ну, естественной победы пожелаем. О команде, да, чтобы они действительно без волнения вышли на этот матч и сыграли в свою игру. Мы посмотрим, да, вся Россия посмотрит на команду. Знаем, как готовится клуб, организаторы, стадион. Я уверен, что все получится и здесь вопросов никаких. Теперь вопрос только к команде. А я вот хочу от себя пожелать, вы сказали, путь регионов. Я хочу, чтобы ваш регион, для вас это стало обыденностью, что приезжают такие крупные команды, как «Зенит», чтобы это была не разовая акция, а что в следующем году, может быть, еще выше прошли. Хотя и этот год шансы хорошие, потому что сейчас мы все подровняли, завтра хорошие игры. Алексей, ваши слова, да богу уши. Есть у кого-то еще вопросы? Я благодарю наших гостей. Я напомню, Алексей Гасилин, Алексей Гонин, Роман Широков были сегодняшними нашими гостями. В преддверии матча Кубка России между Ульяновской «Волгой» и Питерским «Зенитом» амбассадора Кубка России, который сегодня нас гостит в Ульяновске. Спасибо. Аплодисменты